Ребят, вот я не знаю, скажу за себя, что когда какая-то простуда, даже элементарный насморк, никакая еда не лезет. Ну, просто какая-то сложность присутствует, чтобы заставить себя хоть немного поесть. А здесь наравне с сафаром. Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. Сегодня в видеоролике Оля сообщила, что простыла, заболела и показывать себя не может, не хочет. И уже в конце видеоролика говорит, что возможно уже сафар будет что-то снимать сам, потому что она хуже стала себя чувствовать. Но, тем не менее, ребят, у них обед, завтрак, ужин никто не отменял. Получается, только вчера мы с вами видели, сколько было уже приготовлено, плюс до этого сколько было уже сварено еды. И опять, там больше чем полкастрюли у них оставалось, то, что Оля готовила долму и рыба в кляре. И сегодня снова она готовит. Как бы ей плохо не было, она все равно готовит. Знаете, вот, казалось бы, простыла, болеешь, ляжь, полежи. Приляг, отдохни, выпей горячий чай с лимоном. Если плохо, зачем стоять у плиты? Ребят, ну, наверное, за тем, что есть все-таки хочется. И то, что приготовили вчера, уже съели. И опять надо готовить, ну, и снимать, потому что просит организм. Я не знаю, ребят, как вы, да, но когда я сама заболеваю, там, простудой какой-то элементарно, когда насморк бывает, я не могу заставить себя поесть. Ну, не могу. Вот просто через силу пытаешься съесть элементарно хотя бы какой-то бутерброд с чаем, либо какой-то горячий суп, совсем пару ложек, чтобы что-то просто было в организме. Здесь же готовила, значит, и яичницу, и куча овощей, колбаса. И поели, скажем так, наравне. Значит, Оля, когда показала тарелку сафара, говорит, что вот, значит, сафару вон сколько, значит, а себе просто блюдечко. Если только это у сафара была просто такая глубокая, да, тарелка, миска, но, как мне показалось, там практически одинаково. Не знаю, в меня бы ложки этой всей горючей смеси точно не влезло. Но ещё, помимо всего, Оля показала кастрюлю, в которой она варила суп. И, значит, я увидела, что там, ну, просто целая кастрюля костей мяса. И вы представляете, сколько жира будет в этом супчике, бульончике? Нет бы, вот, простыла, да, да, сварила там какой-то нежирный куриный супчик, да, какой-то рисовый, что-то такое лёгкое. Там просто целая кастрюля мяса. Ну, может, там на косточке, без косточки, но всё равно, ну, вот как такой суп варить? Это уже для меня, собственно, не суп, а и правда хрючево-месиво, жирное, жирнющее. Ну, знаете, вот, на самом деле, организм организму рознь. И она просто уже не может, ребят. Ну, не может. И для неё, вот, кажется, возможно, ребят, порция и маленькая. Но на самом деле для неё это маленькая, а для нас космическая. У неё организм, ребят, привык уже съедать такую огромную порцию. Для нас, кажется, вроде как вообще уму непостижимо, какая огромная порция. А для неё нет. Это маленькое блюдечко. Или как вот пиалочки, да, огроменные миски. Это пиалочки. Вот эти вот супницы, которые она купила, они просто огроменные. Посмотрим, сколько Оля будет туда наливать супчиков. Ну, не супчика, а тушёные овощи с мясом. Ну, там же картошка у неё в основном, там морковка, лук. Ну, и мясо, и получается, и правда, всё как тушёное. Значит, дальше Сафар уже показывал, как он там ставит двери. В общем, сверлил, там долбил. Рассказывал, куда они будут ставить холодильник. Знаете, туда, куда они собрались ставить холодильник, там мыть, мыть, не перемыть. Можно было бы там и покрасить, и, ну, что-то намудрить. Но хотя, судя из того, что они стремятся поменять квартиру, Сафар стремится, чтобы было больше места, ну, наверное, для жены и детей, или для детей, не знаю. И мне вообще непонятно, для чего эти двери было менять, для чего ремонт в квартире делать, для чего было, ну, тратить впустую деньги. Может быть, чтобы как-то стоимость квартиры завысить, чтобы выглядела квартира чуть аккуратнее, или как. Ну, как-то я вот не знаю, для чего вот им всё это, если они собирались менять, собираются, вернее, менять квартиру. Переехали бы сразу в мамину, да не морочили себе голову, но та квартира не пойдёт, ребят, никак не пойдёт, потому что там пятый этаж. Туда элементарно Оля не подымется. И это не из-за того, чтобы там, да, высмеять, или ещё что-то. Просто-напросто ей тяжело. Мы же помним, как мама сама к ней ходила на уколы, помните? Мама ходила, Сафар есть носил, помните? А Оля нет, потому что ей на пятый этаж подняться, это целая катастрофа. И, в общем, ребят, как всегда собираюсь сказать сначала, и в начале видео всегда говорить об этом и напоминать. А то многие, зайдя ко мне на канал, постоянно задают такие вопросы. Вот что вы всё цепляетесь? Что вам эта Уралочка? Ребят, Уралочка, канал Уралочка жил себе спокойной жизнью, и никто не обращал на него внимания до Нового года. В новогоднюю ночь под звучание гимна России эта парочка вместе со своими друзьями, с другом Сарафана, приветствовали фашизм и зиговали во время звучания гимна. И потом на стриме обзывали россиян алкашами. И также, ребята, они неоднократно обзывали людей пьявками, глистастыми. И, ребят, неужели вы думаете, что это норма? Я не считаю, что это норма. И также добавлю, что это не случайно всё произошло. До этого случая, который, ну, слишком громко прогремел, у них также всё это было в видеороликах. С пельменями, приготовлением пельменей. Сафар прославлял фашизм, а Оля при этом смеялась. И также при приготовлении тортика Наполеон там тоже всё это дело наблюдалось. Вы сами можете почитать комментарии под видеороликами после Нового года. Ну и также очень много людей возмущены отношением Оли к маме. И вот этой вот какой-то сказочной историей, в которой куча вранья, куча отмазок, которая связана со смертью мамы. Ну а я буду заканчивать свой видеоролик, свой обзор. И жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И, как всегда, каждому из вас прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания. Ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.